Убедительную победу одержал депутат-либертарианец Хавьер Милей на президентских выборах в Аргентине. Он набрал почти 56% голосов, в то время как его оппонент – министр экономики Серхио Масса – чуть более 44%. Это самый большой перевес в президентской гонке с 1983 года, когда страна вернулась к демократии. Милей – бизнесмен, экономист и политик с правыми взглядами. Он обещает оздоровить экономику страны. Аргентина страдает от трёхзначной инфляции, растущей бедности и живёт под угрозой рецессии. «Сегодня закончилось время модели обедняющего и вездесущего государства, которое на руку лишь некоторым, а большинство аргентинцев несёт страдания. Сегодня пришёл конец идее о том, что государство существует для политиков и их друзей. И наступил конец представлению о том, что злоумышленники – это жертвы, а жертвы – злоумышленники. Сегодня мы возвращаемся на путь, который сделал эту страну великой». Серхио Масса уже поздравил Милея с победой. Проигравший выборы политик баллотировался от левой коалиции «Союз ради Родины». С прошлого года он занимает пост министра экономики. При нём инфляция достигла трёхзначной цифры и приблизилась к 150%. Милей планирует закрыть Центробанк Аргентины, отказаться от национальной валюты в пользу доллара США и сократить бюджетные расходы, не лишая при этом людей социальных выплат. «Я думаю, Аргентине нужны перемены, поэтому я сделал ставку на новое предложение. И я ожидаю, что ситуация в стране улучшится. У нашей страны дела совсем плохи. Надеюсь, Милей не разочарует нас, потому что в противном случае не знаю, на кого ещё рассчитывать». «Я поддерживаю Хавьера Милея, потому что хочу перемен для своей страны, которую очень люблю. У нас уже много лет упадок, и уйти от старого мне показалось хорошей идеей. Довольностно аспиранизма, мы его уже знаем». Хавьер Милей планирует укреплять связи с США и критикует Китай и Бразилию, заявляя, что не будет иметь дело с правящими там коммунистами. Он также высказывается против абортов и выступает за смягчение законов об оружии. Милей вступит в должность президента 10 декабря.